Доброго времени суток! Меня зовут Сергей, у меня рак, диагноз хондросаркома. И сегодняшний наш ролик посвятим, это уже пятая часть будет, посвятим моему физическому состоянию и первому осмотру после операции. Ну что ж, начнем. Прежде чем мы все сейчас с вами рассмотрим подробно, начнем мы с ссылочки для добрых людей. Так как я статистики видео смотрю и знаю, что средняя статистика больше 4 минут, никто не смотрит видео, начнем тогда в начале. Я под видео, под описанием размещу ссылочку, она так и называется, ссылочка для добрых людей. Там ссылочка, если перейдете на страницу, там мальчонок, у него рак, Юра, болеет онкологией и ему надо собирать денежку на лечение, на операции. Ну и вот как раз ссылочка для добрых людей, кто добрый человек, тот поможет. Я помогал. Это самое. Ну что ж, ссылочка под описанием. Давайте рассмотрим с ноября. В ноябре. В ноябре у меня начались первые сбои по сну. Сначала я их называл сбоями, это самое. Я также бодренько жил, все активненько ходил. То есть я с утра встаю, иду в магазины, покупаю то, что мне надо. Это морковь, лук, это по кашеварку. Потом кашеварю. Ну так потихонечко время, и к пяти часам подходит. У меня приходит ребенок, я его кормлю. Среда-четверг я его веду в бассейн у него. На секцию дзюдо я его вожу. Это так и это самое. Все стандартненько. Но пошли первые сбои по сну. Сбои, сбой, не знаю. Спишь, спишь, нормально. На следующую ночь. Но ни в какую не уснуть. Ворочаешься, мысли какие-то. Вроде понимаете, ляжешь вот так вот на глубокий вдох. Это самое, медленно выдыхаешь. Бесполезно. Все равно сбой идет. Но так вот прошел ноябрь, декабрь. Думаю, надо что-то делать. И в декабре я записался, пошел в поликлинику нашу местную Пикалевскую. Записался к терапевту, объяснил ситуацию. Рассказал, говорю, ну так, так, мне уже как-то тяжеловато становится. Я уже тяжело, стал себя чувствовать по ухудшему состоянию. Записался к терапевту. И это самое. А мне сестренка советовала. Ей где-то там выписывали. Амитрипцилин. Нет, ну правильно. Давайте прочитаем. Амитриптилин. Вот так вот правильно будет. Что эти таблетки? Я пришел к терапевту, говорю, ну так и так, говорю, вот мне посоветовали вот такие таблетки. Она говорит, нет, такие таблетки выписывают невропатолог. Ну, терапевт мне выписывал ревюм. Стоит в районе что-то 40 рублей, 30 рублей. Ну, сразу скажу, сколько я их там принимал. А, у меня тут одна бумажка. Значит, наверное, курс прошел. Сразу скажу, что эти таблетки, это мел. Эффекта от них вообще никакого нет. Необходимо ознакомиться. Ну, в общем, состояние мое потихоньку ухудшалось. Я еще потихонечку кашеварил. Стал уже декабрь подходить. Это самое. Стал я уже меньше стал кашеварить. Сбои такие через день. Уже привязывалась бессонница. Да, настоящая бессонница эта самая. Как она выглядит? Ты ночь не спишь. Полностью, абсолютно ночь я не сплю. Ну, думается, ладно. Сейчас. Дотерплю часов до 8, до 9. Лягу спокойненько спать. И высплюсь. Все, ходишь. Вроде в районе 7 часов 6 тебе начинается как спать охота. Ходишь, ходишь, все, 8 часов ложишься, как будто кофе попил. И так вторую ночь. Вторая ночь тоже самое. Бодрствуешь, но думаешь, ладно, что теперь делать? Просыпаешься, я ребенка в школу отправляю. Ну, как проспать, я не спал. Ребенка в школу отправляешь, и часиков в 10 тебя уже вырубают. И получается сбой по графику сна. Это тоже не есть хорошо. И вот так вот это самое сбой. Потом то же самое выравниваться маленечко. И опять не заснуть. Второй день и третий. Это дело мне поднадоело. И уже в январе я записался. Надо было талончик брать. Приходишь это самое в начале недели. Взял талончик к невропатологу на пятницу. Попал на прием уже в январе. И выписал мне, вот как раз невропатолог, вот эти таблеточки амитрипцилин. А уже такое состояние было в январе. Я последний раз кушать сготовил. Это было крайне... Ко мне друг приезжал. Я последний раз приготовил кушать, и у меня уже состояние было такое тяжелое. И вот эти таблеточки амитрипцилин. Первый раз я выпил одну таблеточку. Я выпил. Отлично выспался. День проходил. На второй день у них эффект заторможенного внимания. На второй-третий день мне спать хотелось. Я как раз с Мишей ходил. Надо было и в поликлинику сходить, и в бассейн. И очень тяжело ходить на светофоры, смотреть, обращать внимание, висят ли не висят ли сосульки на домах. Они затормаживают реакцию. Я от этих таблеток, попринимав маленько, я скажу, вот здесь вот полоска отрезана. Я их, наверное, принял за все время штучек шесть где-то, таблеток. Я скажу сразу, пришел к выводу, что не буду я их принимать, потому что больно, они тяжелые. Если дома сидеть, а если какой-то еще активный образ жизни вести, тяжеловато с ними ходить, особенно по городу. Я от них отказался. И мне посоветовал дядюшка, ему выписали, вот такая формула сна, это БАДы. БАДы, 341 рубль. Я прошел курс вот этих БАДов. Сколько там, не помню, таблеток, наверное, 20, где-то дней 20. Эффекта, эффекта, эффекта я не почувствовал. Возможно, да, тоже я просто прошел курс какого-нибудь мела или мелозаменителя. Надеюсь, это не вредно. Формула сна. Ну что ж, потом, думаю, надо как-то это самое решать. Вопрос-то. Прибег к странице интернета, повозил по ютубу и нашел страничку, ссылочку под описанием тоже поставлю. Это доктор Евдокименко Павел Валерьевич. Павел Валерьевич. Перед сном выпиваешь. И вот скажу, с какого я, по какого сейчас у меня тут записано. Я с 14 марта по 1 апреля принимал, и я наконец-то нормализовал свой сон. Вот это да, вот это, вот это эффект. Вот это все не было эффекта. Вот это не было эффекта. Вот это все эффект. Принесло свои плоды, и в данный момент я сейчас как бы это самое, ну я предпочитаю, что вот это. Вообще вот это все не надо принимать постоянно. Постоянно я только принимаю чаду. Я сейчас пройду курс, делаю перерыв. Потом еще пройду курс, независимо от состояния. Но это будет месяца через три. Потом я посмотрел у Павла Валерьяновича хороший видеоурок у него про иммунную систему. Ну как бы не сложно догадаться, что иммунная система у меня, она накрылась. Не знаю, медным тазиком, не медным, но она у меня слабовата. Потому что я только два года обезболивающей таблетки принимал. Те, кто первый ролик смотрел, те знают, что я первое время отказался от операции по причине потечного вопроса. И, ну я же соответственно, я же русский, пока гром не грянет, я же не возьмусь. Ну и как бы это самое подозрение у меня упало на ослабленный мой иммунитет. Соответственно, я посмотрел видеоролики у Павла Валерьяновича. И по описаниям, по описаниям, я пришел к тому, что мне не хватает сегмента витамина. Это селен и цинк. Селена цинковых витамин. Вот я в данный момент принимаю вот такие витамины. Семлевит называются. Почему Семлевит? Потому что я пришел, какие я выписал себе витамины с интернета. Я пришел, аптекарь сказала, что это БАДы. Она бы мне не рекомендовала все-таки, что вот это как витамины. Взял и сейчас принимаю курс вот этих витамин Семлевит. С видео от Павла Валерьяновича я еще пришел к мнению, что сейчас вот с этим всем поразберусь маленечко, что не мешало бы вообще проколоть укол, уколов, курс уколов витаминов серии В6 и В12. Именно в уколах. Потому что вот это все, это все мы, неизвестно, что мы едим. Что мы принимаем? Хорошо, если это мел. Потому что уже сколько раз и по телевизору показывали вот эти скандалы все про это самое, про таблетки. И как бы несложно догадаться, при нашем политическом строе, где за все можно заплатить и ничего не делать, и наживаться, то тут этому не надо удивляться. Ладно. Мое состояние ухудшается, ухудшаться стало с января, с января. Я тут уже практически стал никуда не ходить. Выйдешь на улицу, так около дома походишь маленечко, в магазины я уже перестал ходить. Состояние стало ухудшаться. Вот в то время я как раз начал принимать курс боярышника и шиповника. И это самое состояние, скажу, такое. Дошел с ребенком до поликлиники, и мне стало тяжеловато. Пришлось обратно, знаете, вот такое вот внутреннее все трясется. Кто попадал в больницу с переутомлением, тот меня поймет. Ты приходишь, ты не можешь, тебя все трясет, но тебе в то же время и не уснуть. Ты лежишь вроде, устала, это самое. Вот, нормализовав сон, стало состояние получше. И где-то сейчас... Записался я в Пикалеве к онкологу, к Вахопу Алиевичу. Попал на прием, ну и говорю, это самое, что надо, говорю, проходить первое обследование после операции. Объяснил свое состояние, он говорит, подождите, сейчас надо, говорит, это самое, понять, в чем причина вашего состояния. И он мне дал направление на то, чтобы лечь в Пикалевскую больницу на обследование. Лег я в Пикалевскую больницу, попал я на прием 2 марта, лег я 27-го. 28-го у меня сделали, взяли анализ крови, сдал мочу и сделали эхограмму сердца. Причем, обратите внимание на мобильность, эхограмму сердца пришли в палате, сделали анализ крови. В палате взяли, и только я на этаже сдал мочу, анализ. Про Пикалевскую больницу, давайте маленько ее обсудим. Больница неплохая, в больнице кормят неплохо. Мне еда понравилась, вкусная еда, постельная кровать и претензий нету, или ремонтик такой претензий нету. Обстановочка такая тихая, ничего, никто не шумит, спокойненько скажу. Я там за 3 дня отлежался и отоспался, я там больше ничего не делал. Только лежал, ну, походишь, маленечко это самое. Сделали мне компьютерную томограмму, а тут пошла наша бюрократия. Вахук Валиевич сам тоже ушел на больничный. Он давал заявку компьютерную томограмму грудной полости, грудной клетки и брюшной полости. Я прихожу, объясняю, что то все у меня, говорю, на легком точечке с 2000-х годов, а не где-то мы делать не будем, вам грудную клетку, тут заявка брюшная полость, я как брюшная полость. Ну ладно, сделали, сделали мне с контрастом брюшную полость, сделали, выписали меня с больницы. Пришел я в понедельник, понедельник, что там, какое будет число-то у нас. Сейчас, давайте посмотрим, это, наверное, уже будет понедельник. Второе число, пришел за ответом, взял ответ. А, поднялся на этаж, это самое, к Вахук Валевичу за ответом. И там у нас заключение стоит. Заключение. Заключение. КТ-картина диффузованных изменений печени, поджелудочной железы, ДДД большая и П большая, ОП, скобочка, хостехондрос. Дальше, очаг дисструкции. Знак вопросов. Правой подвоздушной кости, в крыле левой позвоночной кости. МТС, английская, знак вопроса, хондросархома, знак вопроса. Нашли новообразование. Что это за новообразование? Рецидив, возможно. Кто гуглил, тот знает, у рецидива все синдромы, которые у меня бессонница, утомление, усталость в ногах. Это, да, все синдромы присутствуют. Ну что ж, я поговорил с Вахов Квалеевичем, объяснил такую ситуацию, говорю, ну, тут, говорю, как-то заявочка. Он говорит, нет, я заявку оформлял. Я говорю, ну, понятно дело, что не ошибается тот, кто не работает. Но, как я понимаю, это было сделано преднамеренно. Преднамеренно, чтобы ты уже платил за свой счет дополнительно. Ну, как дополнить, тебе же надо делать органы за компьютерную томограмму. Ну, Вахов Квалеевич сходил, договорился, договорился. И вот сегодня я уже забрал заключение. Вчера делали компьютерную томограмму грудной клетки, и сегодня я уже забрал заключение. Подходил к Вахову Квалеевичу, посмотрел он. Ничего такого серьезного здесь не нашел. Ну, тут ничего, это самое, органы без изменений. Я фотографии все привожу к видео. Так, в общем, я на той неделе, зная такое, что нашли новообразование, рецидив. Пока считаем это условно рецидив. Взять, конечно, у нас тут нету такого пропускной способности. Допустим, мне в Санкт-Петербурге делали компьютерную томограмму в центре, это не реклама, я просто говорю, как есть, в МИПСе делали. Это где-то в центре города. Центр МИПС. Я туда пришел, я ни слова не сказал, что у меня онкология. Ну, по мне было видно, что у меня онкология, потому что у меня рука была уже большая опухоль. И мне четко описали хондросаркома. Здесь, конечно, такого обихода нет у больных, и им тяжело поставить диагноз. Сейчас, в общем, принято мною решение, Вахов Валевичем, что я еду обратно в онкоцентр в Песочный. Вот, я записался на 16 число в онкоцентр в Песочный. И записался, как всегда, к Артур Владимировичу. Я позвонил, говорю, у меня так и так до операции вел Артур Владимирович. Она говорит, кому записаться? Она говорит, кому угодно, но я к Артуру Владимировичу и записался на приемы. Попаду. Так, что касается вообще по... Давайте обсудим по рецидиву, не рецидиву. Но пока условно считаем рецидив. Ну да, паники, соответственно, никакой нету. Новость меня не шокировала, новость меня не удивила, как бы это самое. К таким новостям я готов. Ничего, не расстроился, ничего. Единственное, что стоит добавить, тут же зашевелились у меня с протезом. Позвонили, про протезирование, все, деньги одобрены. 400 с чем-то, 30, по-моему, тысяч. Да, 430 тысяч оформлено на меня. Но единственное, я объяснил такую ситуацию и попросил перенести протезирование на осень. Я говорю, мне сейчас, говорю, маленечко не до вас. Надо, говорю, разобраться, что почем. Так что, вот такой вот расклад. Так, вроде ничего не упустил. Больших я анализов не сдавал. Что такое онкомаркер, я еще так и не познакомился с такими анализами. И подробно я уже, наверное, у Артура Владимировича спрошу, как вообще правильно проходить повторно вот эти вот раз в полгода сдача анализов. Потому что я еще сам далек от этого, я еще ничего этого не знаю. Ну что, да, наверное, все. Все я вам тогда, получается, рассказал. А, ну единственное, еще после того, как мне сделали, упустил, после того, как мне сделали компьютерную томограмму брюшной полости, я сразу сходил на рентген снимок и сделал рентген легких. Хотя потом Вахук Валиевич договорился, что мне сделали грудную полость. По рентгену легких все нормально, изменений никаких нет. То есть у меня только одно новообразование. Сейчас я поеду в Санкт-Петербург и там все уже потом узнаю. Ну и следующее видео тогда запишу после того, как я буду полностью информирован, что это вообще такое. Пока считаем условно рецидив, условно паниковать. Да нет, никакой паники нет. Просто это самое единственное. Ну, планы вот маленько позбились. Я уже планировал к этому времени ближе к даче перемещаться. Но это самое. Получается так. И вот, не знаю, сделал я ошибку. Я когда в начале года на эти соц. обеспечения, я отказался от бесплатных лекарств. Вот не знаю, будет ли это моя ошибка или нет. В следующем видеоролике мы об этом узнаем. Ну что ж, всем добра, здоровья. С вами был Сергей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok